Поделаюсь, сами родятся. Производители хорошо спят сладко, перегоршутся от слуфазы. Младшенького Борьку между положили, животами затискали, почти придушили. Ладно, Фая заглянула, взяла спокойно Борьку, мать с отцом не шелопнулся, принесла к себе, порвала простыни на пеленке, подмыла, обтер, сперенала, и появилась у Борьки вторая мама. Вторая мамка, не пьющая. — Теть Фая, у нас Борька пропал! На пороге взъероженная Борькина сестра. Но никуда он не пропал. Вот он лежит, спокойный и ухоженный, с сильным бесочистом. Отец Борькин вскоре умер. Семья выживала щедротами коммунальщиков. Соседи одевали и кормили детвором. Под столом в комнате лежала куча белья и верхней одежды. Поутру каждый надевал, что хотел. Едва начав ходить, Борька освоил дорогу к Файной комнате. Серьезно деловито являлся на пороге. — Здравствуйте, Борис Петрович, — говорил Фаин. — Проходите, Борис Петрович. Оторвавшись от притолки, Борька топал до стула, потом до ножки стола и до кровати. — Продолжение следует...